Так, добрый день, меня зовут Дарья, и почему-то переключился слайд, и я расскажу об оценке функциональной связности с использованием анатомических приоров на основе данных ЭГ и МЭК. В 12 минут не уложить все, что происходит, поэтому я сначала коснусь некого теоретического бэкграунда, потом объясню, как мы приходим вообще к возможности включения приоров в рамках решения задачи регрессии, затем продемонстрирую результаты, которые мы получаем на симуляциях в текущей версии алгоритма и применение к реальным данным. И мы расскажем о том, что мы планируем делать дальше. Анатомические связи, они, несомненно, являются одним из субстратов, которые обуславливают функциональные связи. Связь, простите за тавтологию, между вот этими структурными и функциональными связями, она нетривиальна, она может варьироваться от низких коэффициентов до высоких коэффициентов, если их по-разному оценивать, но тем не менее она существует. И поэтому исключать эту информацию из подхода к поиску функциональных сетей нельзя. Предыдущие подходы к этой проблеме, они включали в себя в основном решения, которые взвешивали функциональные показатели связности с помощью показателей структурной связности и не оперировали напрямую вещами, связанными с распределением функциональных показателей, с учетом приорных распределений структурных показателей. И также эти подходы включали в себя анализ локальных датасетов с реальными данными и никак не оценивали возможные сценарии функциональных связей на симуляциях. Поэтому поведение таких решений, поведение таких моделей сложно оценить в плане репродуцируемости. Что предлагаем мы? Мы предлагаем использовать допущение о распределении функциональных связей на основе приорных распределений, извлеченных из данных структурной МРТ, которые регистрируют наличие трактов белой материи в мозге. Как вообще это можно реализовать алгоритмически? За счет эквивалентности приорных распределений в байесовских линейных моделей и показателя слагаемого штрафного в регуляризованной линейной регрессии, мы можем включать информацию из структурной МРТ в это слагаемое со штрафом. И дальше я покажу, как мы это делаем. Но что в целом позволяет нам рассматривать задачу оценки функциональной связности как задачу линейной регрессии? Мы это делаем за счет использования специальной процедуры проекции. Сейчас я кратко ее опишу. Здесь просто представлены определения, связанные с тем, как мы оцениваем функциональную связность. Мы в данном случае используем показатели кросс-спектра или когерентности, которые детектируют фазовое взаимодействие между активностью двух кортикальных источников. Мы используем такой подход, что мы не реконструируем активность источников в их пространстве. Мы напрямую осуществляем переход в пространство источников, используя кросс-спектр в пространстве сенсоров. Потому что предыдущие исследования показали, что первый двухшаговый подход не совсем адекватен в плане реконструкции реально существующих сетей. Мы выделяем компонент в определении кросс-спектра, который связан с артефактами объемной проводимости и соответствующей пространственной протечкой. Используя так называемую психоспроекцию, мы уничтожаем этот компонент. И это оставляет нам уже очищенный кросс-спектр, который уже возможно рассматривать в его векторизованной форме как комбинацию линейно-независимых двух топографий прямой модели и показателей связанности двух источников. Раньше мы показали эмпирическую эффективность такого подхода на симуляциях на реальных данных. Недавно мы вывели теоретическое обоснование такого приведения задачи к линейной регрессии. У нас сейчас на этапе принятия публикации в NERI-имидже. И, собственно, за счет этого обоснования мы теперь рассматриваем пары источников, вернее, сети, как источники в рамках решения обратной задачи. То есть теперь мы не оперируем источниками изолированно, мы оперируем парами источников и можем решать соответствующую задачу регрессии. Вот, собственно, она здесь представлена. Мы пытаемся реконструировать кросс-спектральную активность, используя двух топографий из прямой модели и накладываем штрафной компонент с использованием Лапласова-Приора. В данном случае использование Лапласова-Приора обуславливается тем, что мы хотим получать пространственно разреженные показатели. Ну и Лапласов-Приор выступает как такой feature extractor в каком-то смысле. И вот именно на этот приор мы накладываем ограничения уже с использованием структурных связей. В своем предыдущем отчетном рассказе я представляла первую версию этого решения. В данном случае это решение наказывало те пары, в которых наблюдалась слабая структурная связность. Но мы обнаружили, что это не совсем адекватный сценарий, потому что необходимо учитывать соотношение наблюдаемой функциональной связности к имеющейся структурной связности. Например, у нас могут быть ситуации, когда связность структурная слабая, а функциональная высокая. И тогда в этой ситуации нам, естественно, нужно эти связи подкреплять. И поэтому в текущей версии алгоритма мы сначала решаем первичную обычную регрессию с L1 норм минимизацией, получая такие грубые показатели функциональной связности, а потом мы эти коэффициенты дополнительно накладываем уже итеративно во второе решение этой регрессии, высчитывая соотношение между этой грубой функциональной связностью и имеющейся структурной связностью. И результаты симуляции показали, что действительно это работает адекватно. Мы симулировали базовые взаимодействия между анатомическими патчами со слабыми структурными связями и с высокими структурными связями. И мы показали, что при увеличении показателей регуляризации, то есть при увеличении вклада наших анатомических приоров, у нас с большей вероятностью выживает та пара, в которой наблюдается реально функциональная связность и которая характеризуется слабой структурной связностью, потому что теперь мы учитываем соотношение. Но при сбалансированных показателях регуляризации эти пары обе сохраняются, как и должно быть. Если посмотреть на то, как ведут себя коэффициенты при накладывании приоров, то при высоких показателях регуляризации мы наблюдаем некоторый тренд роста реконструированных кросс-спектральных коэффициентов в зависимости от значения приора, что тоже соответствует тому, как это должно себя вести. И также мы можем увидеть предсказуемое поведение пар с функциональной связностью при слабых структурных связях. Здесь они выделены оранжевым, а и при сильных структурных связях здесь они выделены голубым. И также тех пар, в которых мы не модулировали никакие связи. И мы видим, что при увеличении параметра регуляризации у нас уходят в ноль те пары, на которых мы не наблюдаем никакую связность, и сохраняются те пары, в которых наблюдается высокое соотношение функциональной связности к низкой структурной связности. Ну и репродукция всего этого с использованием Монте-Карло симуляции показывает, что решение с приорами, рок-кривая при решениях с приорами, она превосходит рок-кривую при решении без приоров. За оставшиеся три минуты расскажу про применение к реальным данным. Мы используем открытый датасет с CTF данных MAC и, соответственно, индивидуальных данных структурной томографии для каждого испытуемого, в которых осуществлялась стимуляция правого указательного пальца, то есть тактильная стимуляция. На вызванных ответах мы видим предсказуемую топографию в левой самотосенсорной области, если опять же упрощать, и соответствующую десинхронизацию мюритма и бета-ритма относительно начала стимуляции. Это уже индуцированный ответ справа. И в пространстве источников, когда мы это решали просто обычным сканированием, без использования приоров, мы действительно видим репродуцируемые сети с кросс-спектральной активацией, которая связана опять же с левой самотосенсорной областью, с левой париэтальной областью и с иными областями, в частности, в правом височном полюсе. Это соответствует тому, что реально наблюдается и в литературе. Ну и, собственно, непосредственно ответ понижения связанности после начала стимуляции тоже вполне репродуцируется. Но мы столкнулись с небольшой проблемой, связанной с ситуацией, когда мы решаем эту задачу в пространстве порцеляций, потому что мы видим, что получаемые сети не соответствуют друг другу. И мы обнаружили интересный феномен, который заключается в том, что если мы используем анатомические порцеляции, то кросс-спектральная активация внутри патча, которую мы наблюдаем при решении пространства источников, она проливается во взаимодействии между двумя патчами. И сейчас мы пытаемся решить эту проблему несколькими путями. Один из путей — это выстраивание дополнительных проекторов, которые подавляют протечку внутри каждой пары патчей. Это, с одной стороны, эффективное решение, потому что оно действительно теперь реконструирует адекватную активность, но при этом оно ужасно... Она затратна с вычислительной точки зрения. Поэтому, возможно, мы сейчас над этим прямо работаем. Мы будем, возможно, использовать адаптивные порцеляции, которые вдохновляются не только анатомическими атласами, но и непосредственно данными. И также можно наложить дополнительные приоры, возможно, скорее всего, не анатомические, на эти показатели. Но сейчас вот это в разработке находится. Итак, то есть это локальная проблема, которую мы решим. И в дальнейшем, с учетом того, что у нас получилось разработать алгоритм, который ведет себя более-менее адекватно и на реальных данных, и однозначно хорошо с точки зрения перформанса на симуляциях, с учетом этого следующий наш шаг — это уже включение информации о структурных связях, о длине трактов в оценку уже динамической функциональной связности, в ее развертывании по времени и так далее. И, конечно же, оптимизация всего этого с точки зрения вычислительных затрат. На этом все. Спасибо. Я буду рада ответить на вопросы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова